Всем доброе утро! Меня зовут Виктория. Начинаем нашу утреннюю зарядку. И помните, что упражнения следует выполнять систематически и обязательно следовать советам нашего замечательного тренера ИИ Славы. Доброе утро, дорогие телезрители! С чего начнем? Что будем делать сегодня? Какой фронт работы? Чем ты меня сегодня займешь? Формирование красивых ног. Первое, на что стоит обратить внимание, на положение стоп. Стопы смотрят вперед в сторону. Устойчивое положение стопы. Ручки на пояс, прямые колени, приподнят подбородок и абсолютно ровная спина. Со вдохом мы приседаем и с выдохом встаем. В данный момент мы прорабатываем разминочные приседания. Они называются полуприседания, для того, чтобы не сильно загрузить ножки, но подготовить организм к работе. Первое, на что стоит обратить внимание во время приседания, это на прямой угол в колени. И снова вдох и с выдохом подъем. Раз и два и три и четыре. Восстанавливаем дыхание. Вдох и выдох. За время восстановления дыхания последите за частотой вашего пульса. Если он учащен, нужно попить водички и восстановить полностью дыхание. Ручки на пояс и проработаем верхний плечевой пояс. Повороты головы вправо, влево. Раз, два, три, четыре. И на ушко. Раз, два, работаем. Три. Стараемся не делать резких движений. Пять, шесть, семь. Плечики опусти. Восемь. Отлично. Еще разочек. Вдох. И с выдохом. Ручки согнули в локоточках. Сделали вдох и с выдохом. Сводим локти перед собой. И на вдохе сводим лопаточки. И снова вдох. Отлично. Работаем. Держи ровно ручки. Теперь прорабатываем ручки сверху вниз. И здесь тоже нужно оказать максимальное напряжение в спине. Силовое сведение лопаточек. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Отлично. Молодцы. И теперь сводим ручки. И сверху опускаем локоточки. Да, эти два движения. Старайся не опускать сильные локоточки. Еще. Оп. И вот здесь на уровне. Да, да. Ты почувствуешь натяжение в области трицепса. И мы проработаем приседания чуть глубже. Приготовились. Со вдохом медленно на три счета опускаемся. И с выдохом подъем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И раз. Отлично. Ты попала в темп. Один. Еще переходим в медленный темп. В медленном темпе. Но следи за отведением таза максимально назад. Восстанавливаем дыхание. Вдох. И выдох. И еще разочек. Вдох. И выдох. Продавливаем ручки в пол. Переходим в наклончик. Мы проработали ножки. И нам их нужно потянуть. Да, да. Еще разочек. Вдох. И выдох. То же самое можно выполнить. Лицом друг к другу. Чтобы было веселее. Значит, вы делитесь. Для тех, кто только к нам присоединился, этого будет вполне достаточно для начала. Но если кто-то считает, что этой нагрузки было недостаточно, может повторить еще 20 приседаний. А я не буду терять время и у тебя узнаю что-то интересное. Например, про всем известный такой баланс белков, жиров и углеводов. Что ты можешь мне рассказать? Очень хороший вопрос. Продукты питания на самом деле делятся на жиры, белки и углеводы. Жиры могут быть как растительного происхождения, так и животного. Омега-3 мы оставляем. Оливковые масла мы оставляем растительного происхождения. Все остальное, если есть желание оздоровиться и избавиться от лишнего веса, конечно же, лучше пока убрать. Я знаю, что многие девушки, начиная худеть, полностью исключают из своего рациона жиры. Но мне кажется, это неправильно. Все-таки какие-то жиры, они просто необходимы. Они необходимы для нашего организма, конечно же, для того, чтобы не страдали внутренние органы. А что по поводу углеводов? Тоже такой опасный продукт, который стоит употреблять в определенное время, в определенном месте. Как правильно? Углеводы – это вовсе не опасный продукт. Это энергия, это то, за счет чего мы светимся. А вечером? Вечером немножко уязвимое время для углеводов простых. То есть для каш, хлебобулочных изделий, картофеля. Но остаются кислые фрукты и овощи. То есть они всегда нам будут нужны, всегда полезны, и в них ничего страшного. Ну и про то, что просто незаменимо для любого спортсмена и просто для человека – это белки. Именно благодаря этому продукту спортсмены добиваются высоких результатов в спорте. Люди добиваются красивой фигуры. То есть единственное, что стоит разделить тоже – не кушать жирного мяса, а ставить рыбку, мясо, то есть говядину, телятина желательно и птичку. То есть все белого цвета. Не старайтесь себя ни в чем ограничивать, просто дозируйте питание, кушайте жиры, белки и углеводы просто в нужное время и в правильных пропорциях. Все у вас будет хорошо. Необходимо заниматься не только по утрам, но и в течение всего дня соблюдать эти не самые сложные советы и обязательно оставаться самыми красивыми.